Музыка Говорят про то, что важно уметь планировать стратегически. Важно то, чтобы решать не только тактические задачи. Но мало кто понимает, что это один из управленческих навыков и то, что это нужно развивать. Те, кто решает просто тактические задачи, они постоянно оказываются в роли вот этого догоняющего, пытающегося прыгнуть в уходящий трамвай. Что происходит? Они видят, что компания какая-то пошла развиваться. Что делать? Надо быстро пойти в эту отрасль. Та компания, которая уже в этой отрасли начала действовать, у нее, конечно, есть уже ротчик, они успели сделать прыгнуть. И постоянно этим догоняющим просто понос удают. И вот здесь как раз и пригодится стратегическое планирование. А что если знать и предвидеть, куда будет развиваться рынок? И тогда можно оказаться, увидеть через год-два то, где будет рынок и оказаться именно в том месте заранее. В 2009 году мы провели стратегическую сессию планирования тренингового рынка России. В тот момент я увидел, что через 2-3 года будут популярны психотехнологии. Причем без этого никак не обойтись. Не обойтись ни на государственном уровне, ни на уровне больших корпораций. То есть будет заказ на то, как управлять людьми. На то, как давать людям подсовывать нужные мысли. Это примерно вот как фильм «Начало». То есть как заложить человеку нужную мысль. И уже больше, чем 2 года назад я начал развивать эти технологии. Сейчас я вижу, что начинается спрос. У меня уже 2 года назад. Я заявил, что вот он, я психотехнолог. Я готов дать эти технологии. Сейчас, конечно, многие тренеры, там еще кто-то помчаться, быстро развивать. Но я-то за 2 года уже столько наработал, что просто вот он спрос огромный. Я сейчас вижу эту лавину, которую спрашиваю, как сделать. Важно иметь стратегическое планирование на предприятии. Чтобы не бегать постоянно, не пытаться запрыгнуть в уходящий трамвай. А сразу встать на нужном холме. И ждать, когда весь мир, весь поток времени придет к тебе и скажет. Ну, дай нам то, что у тебя есть. И я сейчас готов дать то, что у меня есть. Я готов дать те технологии управления, те технологии прогнозирования будущего. Так, чтобы вы могли увидеть развитие отрасли, развитие страны, развитие, знаю, целиком мира и технологий через 5-10 лет. Это будет легко. Это будет на школе управленческого мастерства. Редактор субтитров А.Семкин